Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 11 января По одному из древних славянских календарей в этот период продолжается неделя памяти процев По народному месяцу слову – страшный день 11 января христиане вспоминают о младенцах, убитых в Вифлееме при царе Ироде В период с 7 по 19 января у христиан целиком подчинен рождественскому периоду И по традиции они посещают святые места, жертвуют бедным, навещают немощных, обмениваются подарками А вот страшный день 11 января получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовывала нечистая сила Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды С красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе Старики натрясали сверху соломы из своих постелей Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды Также этот день считался очень удачным для гаданий о будущем Девушки пытались узнать, предстоит ли им в ближайшее время свадьбу сыграть и какой муж будет Один из способов гадания был таким Молодая девушка шла к амбару в полночь и произносила там слова Суженый, ряженый, приходи рожь мерить Потом нужно было слушать звуки, раздающиеся из амбара Если девушке казалось, что внутри пересыпают зерно, значит суженый будет богатым А если послышалось, что зерно метут веником, значит бедный Достаточно часто встречались и другие обряды, например гадания по петуху Чтобы гадание с петухом состоялось, на полу нужно было разложить щепотку крупы, уголь, монеты, кусок хлеба, зеркало, ножницы, залу и поставить миску с водой Потом вносили петуха и смотрели, что петух начнет клевать первым Потому и судили о суженом и о наступающем годе Клюет первым крупу или монеты, богатый муж будет Уголь за мужество не видать Зеркало – красивый и щеголеватый муж Если петух начинал клевать хлеб, урожай хороший будет В целом же этот день считался в народе несчастливым и опасным Поэтому особенно в этот день необходимо было оберегать от злых сил детей, как самых беззащитных, молитвами и доброй заботой Опасных для малышей существ и злых духов, охотящихся за ними, великое множество В их числе и полуденница, и полуночница, духи, вызывающие по народным поверьям детскую бессонницу, которая сопровождается беспокойством и криком Криксы ночницы, рохля и другие Чтобы защитить ребенка от этих духов, в колыбельку клали обереги Краюшку хлеба, цветок чертополоха, особую косточку из головы поросенка или рыбы, которые имеют форму монетки Но наибольшие проблемы доставляли все же духи, которые не давали ребенку спать по ночам Поэтому в постельку девочки помещали пряслица и вертяно, а мальчику маленький лук и стрелу и читали специальный заговор А пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках Святочные гуляния продолжались, и даже страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться В сумерках вся семья, за исключением молодежи, забиралась на печи да на палате отдыхать Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер Кроме того, было принято загадывать загадки Начинали с серьезных, познавательных, об окружающем мире, природе и труде А позже, ближе ко сну, переходили на шуточные, о предметах быта и домашних животных Не забывали в этот день и за погодой наблюдать, а потому примечали Если дует северный ветер, а облаков нет, то скоро начнутся морозы Здравия, мудрости и радости вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok